Совет 1. Используйте подходящую линзу. В блендере есть возможность имитации настоящих объективов. Это можно сделать на вкладке «Камера», выставив значение «Focal Lens». Задавая этому параметру 50, мы будем имитировать 50-мм портретный объектив. Смотрите за изменениями во вьюпорте. Объекты стали крупнее. Значение 85 мм даст нам еще большее укропнение. 15-мм даст нам широкий угол обзора, где объекты будут казаться очень маленькими. Давайте посмотрим, как будет меняться размер камеры при разных значениях длины расстояния линзы. Чем выше показатель, тем дальше линза. А значит и меньше угол обзора. Совет 2. Используйте глубину резкости. Мы поставили галочку «Limit», чтобы видеть направление луча камеры. Появившийся крестик показывает фокусную дистанцию, то место, где будет фокус нашей камеры. Давайте изменим значение «Distance», которое контролирует расположение фокуса. и установим крестик на одной из коробок. Смотрим, ничего не поменялось. Чтобы получить желаемый эффект, нам нужно изменить значение «Size», которое отвечает за ту часть изображения, которое будет в фокусе. Чем значение больше, тем меньше пространство находится в фокусе. И наоборот, чем меньше, тем больше в фокусе. Давайте перенесем фокус на вторую коробку. Не обращайте внимания на шум, при рендере его всегда можно уменьшить, задав большее количество сэмпл. Ну вот, намного лучше. Совет 3. Используйте пустые объекты, пустышки. Давайте выберем более подходящий вид для пустышки. Сфера нас устроит как нельзя лучше. Теперь выделяем камеру, пустышку, жмем Ctrl-P и выбираем Object. Теперь пустышка у нас стала центром вращения камеры, что облегчит ее анимацию в дальнейшем. Фокус камеры мы также можем прикрепить к пустышке, что избавит нас от того, чтобы вводить вручную показатель в поле дистанса. Смотрим на результат. Совет 4. Используйте кривые, чтобы создать путь движения камеры. Создаем кривую, можно из меню Shift-A или создать путь из меша, а затем сконвертировать через Alt-C в кривую. Идем во вкладку привязок и выбираем Follow Path. Здесь указываем кривую, которая будет служить путем для камеры. Для анимации жмем Animate Path во вкладке. Контролировать скорость движения можно во вкладке кривых Path Animation, где мы указываем количество кадров, за которые объект проходит весь путь. совет 5. Используйте риггинг для камер. Здесь я прилинкую готовый к использованию риггинг. Вы его также можете прилинковать из файла в папке бонус, как показано на экране. Или изготовить ригг самостоятельно, по бонусному уроку в этой же папке. Переходим в Pose Mode, это режим работы с костями. И смотрим, что мы можем сделать с этой оснасткой. Есть одна кость, на которую камера постоянно смотрит. Вторая кость перемещает камеру, которая не перестает смотреть на целевую кость. А мастер кость перемещает все вместе. Риггинг можно использовать в сочетании с пустышками, как фокусной, так и той, которая будет центром вращения. Просто сделать эту пустышку родителям главной кости. Эти 5 советов помогут вам более эффективно использовать камеру при работе над вашими роликами. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...